Утро в Петербурге продолжается. На этой неделе во многих школах северной столицы начинаются подготовительные занятия для будущих первоклашек. Поэтому уже сейчас родителям необходимо хорошо знать не только свои обязанности перед образовательным учреждением, но и прекрасно разбираться в своих правах и правах ребенка. Можно ли в первом классе задавать домашние задания? Законно ли собирать деньги на нужды школы? Где должен ожидать родитель свое чадо? В стенах учебного заведения или за его пределами? Все эти вопросы мы адресуем нашему эксперту в студии юрист Юлия Осечанская. Юлия, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Рад вас приветствовать. Юлия, скажите, пожалуйста, вот вообще обязательно ли вводить ребенка на подготовительные курсы? Дает ли это какое-то в дальнейшем преимущество при поступлении в школу? Преимущество при поступлении в школу это никакого не дает, потому что в школу мы поступаем по территориальному принципу, то есть по прописке в ближайшую школу, возле которой ребенок проживает. И никто, естественно, не может обязывать ребенка и родителей посещать подготовительные курсы, но на практике такие курсы очень помогают ребенку адаптироваться к школе. И то есть когда он будет ходить в ту же, например, школу на подготовишку, как это называют, он уже будет знать, что из себя представляет класс, что из себя представляет учитель, как это все будет происходить. Ну и многие психологи говорят о том, что такие курсы очень помогают ребенку, ему намного проще пережить первый класс. Если ребенок уже пошел в первый класс, можно ли ему задавать домашние задания, а не ставить ему оценки? В первом классе категорически это запрещено. То есть, во-первых, ребенок не должен делать домашние задания, но педагог может рекомендовать что-то почитать, например, там что-то повторить. Но конкретно домашних заданий в первом классе давать запрещено, опять же, потому что это такой период ребенка адаптации. Что касается оценок, первоклассникам они также не выставляются. И более того, например, раньше, когда мы учились в первом классе, нам выдавали всякие звездочки, были штампики, наклейки. И при этом... Да мне двойки ставили. И как бы такие поощрительные штампики хорошей успеваемости, они действительно детям помогают. Но некоторые учителя делают так, что, например, там какой-нибудь штампик треугольничка, это тройка, там какой-нибудь шарик зеленого цвета, это там двойка. И, конечно, это детей также очень расстраивает и демотивирует, поэтому... Я так понимаю, что школа может на это влиять посредством каких-то внутренних актов, как и, в принципе, на многие законы, да? Да, конечно, многие вопросы решаются индивидуально, но даже некоторые учителя самостоятельно принимают решения. Например, если ребенок, ну, очень хорошо выполнил, там, не домашнюю, а классную работу, то она ему поставит какую-нибудь наклеечку. И, конечно, ребенок радуется. То есть такие способы поощрения, они не запрещены. Но вот именно бальная система, там, градация тех же рисуночков в зависимости от итогов работы, они запрещены. Юля, если говорить о школьной форме, здесь есть какие-то права выбора у первоклассники, скажем, у родителей? Или как школа решила, вот будет такая форма, значит, нужно этому подчиниться? Правило для первоклассников именно в форме, она такая же, как и для всей школы. И обычно в каждой школе есть свои требования. У нас сейчас в России такая унифицированная, введена форма практически во всех школах. Единственное, только в некоторых школах требования более жесткие. Кто-то, например, даже требует, чтобы определенный рисунок был на форме, там, допустим, клеточка и определенного цвета. В каких-то школах требования менее строгие. Например, главное, чтобы это был деловой стиль, там, например, темный низ, светлый верх. Не обязательно даже белый, а именно светлый. Нет такого, что, например, школа обяжет обязательно носить галстуки. Тоже такого нет. Но в каждой школе устанавливаются свои индивидуальные требования. Но, конечно, там в яркой футболке и в джинсах приходить вряд ли кому-то удастся. Потому что сейчас во всех школах есть требования именно в форме, чтобы это был деловой стиль одежды. Животрепещущий для многих родителей вопрос по сборам. Вот правомерно ли сдавать, собирать деньги на охрану, на ремонт, на покупку оборудования? И за какие услуги, в принципе, в школе платить, ну, законно, легально? У нас уже очень давно установлены требования, что школа не имеет права собирать никаких, ну, там, дел, организовывать никаких сборов. То есть занавески должны понесить. Да, шторы — это первое, что приходит нам в голову. Да, сейчас это категорически запрещено, потому что все школы, абсолютно все школы оборудуются и шторами, и необходимым оборудованием. Но, естественно, например, ребенку родители должны купить самостоятельно форму, они должны купить ему там канцелярские товары, рабочие тетради. Без этого не обойтись. Но все, что касается на территории школы, никаких сборов быть не должно. Но более того, про охрану, я, если честно, тоже, когда услышала эту историю, я была в шоке, потому что есть школы, где руководство с родителей собирает деньги на охранников. Потому что, говорят, у нас не бюджетный охранник, а у нас частное охранное предприятие, поэтому мы должны с вас, с родителей, собирать. Это абсолютно незаконно, поэтому в первую очередь нужно либо обратиться к директору, либо это его инициатива, то обращаться в департамент образования с жалобой. А за что все-таки придется заплатить? Наверное, за дополнительные кружки, да? Но, опять же, это добровольная история. Да, конечно, сейчас очень большой плюс в том, что большое количество школ, особенно в Санкт-Петербурге, предоставляют большое количество бесплатных кружков, которые ребенок после уроков может посещать. Но, допустим, если не хватило мест, и если в школе есть такая возможность, то ребенка можно записать в платные кружки, особенно бассейн пользуется большой популярностью. И таким образом ребенок и проводит полезное свое время, и это тренера, которые являются одновременно педагогами в школе, как обычно, там частная школа, частные какие-то кружки, танцы и секции. Это все то же самое, только в школе, но, опять же, это все индивидуально. Юля, еще вопрос, который тоже очень многих волнует. Сейчас многих родителей, они пускают, скажем так, на порог образовательного учреждения. Нет, на порог можно, на приступательного учреждения. В баннике, да, или на улице, ты должен ждать свое чадо. Скажите, насколько это законно и правильно? Это с точки зрения безопасности, в первую очередь, законно, потому что это еще отголоски и ковида, потому что у нас сейчас уже правила такие более легкие, но, тем не менее, для безопасности, в том числе школьников, лишних людей лучше не заводить. И также это касается антитеррористической безопасности. Если мама, например, хочет встретиться с учителем, ей нужно связаться с учителем. И чаще всего система работает так, что учитель-охраннику предоставляет информацию о том, что ко мне придет фамилия, имя, отчество, такие-то данные, и без проблем охранник пропустит. То есть в школу, возможно, попасть, нужно просто уточнить у своего учителя, классного руководителя, какие правила действуют именно в этой школе и их исполнение. К этому требованию относимся с пониманием. Спасибо. Спасибо большое. Юрист Юлия Осечанская в нашей студии помогает подготовиться к продуктивному учебному году.